Общественный транспорт – одна из важных составляющих эффективной городской логистики, основа системы качественного перемещения брещан и гостей областного центра в его разные уголки. Где-то этот процесс более закономеренно последователен, где-то менее. Как правило, транспортные потоки регулируются потребностями пассажиров. Именно на этом будет сделан акцент в работе нового предприятия «Брестский общественный транспорт». Как рассказал его директор Игорь Царук, система городского сообщения постепенно пришла к этапу перемен, и для более качественного ее функционирования необходимо единое управление всеми пассажиропотоками. В начале 2021 года прошла процедура реорганизации акционерного общества в коммунальное унитарное предприятие. Для чего это было сделано? Это первый шаг на объединение всего общественного транспорта и автобусных парков и троллейбусного парка в единую структуру. Юридическое лицо уже создано – это коммунальное унитарное предприятие «Брестский общественный транспорт». На сегодняшний день уже принято решение гореисполкома, где четко прописано, что до 1 апреля пройдет процедура присоединения к «Брестскому общественному транспорту» еще и троллейбусного парка. И фактически будет одно юридическое лицо, которое будет организовать перевозки общественным транспортом в городе Бресте. В Бресте только автобусным сообщением ежедневно пользуются более 86 тысяч человек. Если к этому количеству добавить пассажиров троллейбусов, цифра практически удвоится. Учитывая общее население областного центра, можно уверенно сказать, что услугами общественного транспорта ежедневно пользуются треть жителей Бреста. Потребность есть, поэтому сегодня важно работать над совершенствованием системы обслуживания, например, над более активным внедрением электронных технологий оплаты. Для удобства пассажиров рассматривается вопрос проездных билетов, талончиков. Здесь тоже будем думать. Пора уходить уже от разных видов проездных, логики в этом нет. Это будет однозначно один проезд. Надо использовать побольше возможности электронной оплаты, возможно почасовой оплаты. Но это пока планы, к которым мы потихонечку будем приходить. И это только одно из планируемых преобразований. Они будут постепенными, но достаточно кардинальными. Об этом и не только. Подробнее в нашей субботней программе «Итоги недели».